МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы призываем всех соблюдать. И сидит 400 человек, никакой социальной дистанции. Вы же самое вредное место в нашей стране. В кинотеатрах сидят, в шахматном поле, дети сидят в школах. Только депутаты Госдумы. Плечо к плечу, так сказать. Как на фронте, в окопах, так сказать. Неужели нельзя вам разрядить ваши ряды? Вы зачем все в зале сидите? Миллион заразились в нашей стране, и 20 тысяч умерли. Что нашей доли нету, нашей вины есть. А мы понимаем, что ситуация, она подходит к тем цифрам заболевших. И этот рост идет, идет все выше. Что опять приходится как бы выводить из резерва койко-места под карантин. Опять приходится перепрофилировать больницы, которые должны были бы сегодня принимать граждан, в том числе и с другими болезнями, очень серьезными и важными, которые требуют лечения. И освобождать эти койки по тех, кто попадет туда с коронавирусом. Посмотрите, белые перчатки уже одели депутаты фракции ЛДПР. Пока вверх подними перчатки в ласов. Вот смотрите, все 40 будут в белых перчатках. Никаких рукопожатий. Перчатки закрыть. Вот мусульмане, они же выигрывают в этом плане. У них все части тела закрыты. И не надо говорить, что женщинам там прорезь для глаз. Все хорошо, пусть будет только прорезь для глаз. Меньше будут болеть они. Мы не можем такую одежду перенять. Но начать ходить в перчатках и не протягивать руки, это хорошо. Рано стали снимать все ограничения. И мы согласны, тяжело. Удаленка работать, сидеть дома. Везде маска, перчатки. Но ведь каждый день заражаются лишние тысячи людей и умирают. Вот и до Госдумы дошло смертельный исход. Умер депутат фракции КПРФ. Поэтому надо сделать обязательно прививки. А если мы все сделаем прививки, на это уйдет почти год, то через год в это время мы все ограничения снимем. Потому что этого страшного коронавируса у нас не будет. Каждый пятый бизнес после первого пандемийного карантина не открылся. Самый существенный удар получили малые и средние формы. Те, кто выжил, стараются потихоньку выплыть. Наталья ждет своего клиента уже целую неделю. Небольшое ателье по пошиву одежды до коронавируса было востребовано. Но ковид внес свои директивы. Клиенты шли. Вот как только кризис, вот этот коронавирус начался, да, то есть какая-то была неопределенность. Все, я закрыла ателье, я не захотела работать, потому что я поняла, что это штрафы будут, да, как бы они очень огромные, я этим рисковать не буду. Никакой поддержки. Никто не поддержал. И у меня многие знакомые, вот, химчистка, рядом магазины, предприниматели, никто ничего не поддержал. Только у нас карты блокировали, сразу приставы. И главное, такое ощущение, как будто знали уже, что будет пандемия. Вторую волну жестких ограничений бизнес Натальи попросту не переживет. Обычному человеку, да, проще взять кредит. ИП не дают кредиты. Очень много проверок, очень много различных бумажек, очень много инстанций. Ты все за себя рассказал. Ты принес документы о твоей своей недвижимости. Все принес. И тебе говорят, вам, вас не одобрили, а почему? Ну, у нас нет такого ответа. Хотя ты не просишь миллион, иногда бывает 30 тысяч. Мне много не надо, я уже не хочу больших денег там, да. Мне нужна стабильность, определенность. Но когда бывает, ты предприниматель, у тебя там 10 тысяч, 5 тысяч, нет. Мне, честно, мне стыдно. Магазины разливных напитков тоже остались на плаву, но с немалыми потерями. Ну, нам пришлось на некоторое время даже закрыться в связи с всеми этими событиями. Но спустя полтора месяца мы снова открыли магазин. Конечно, очень чувствовался отток покупателей на 30-40 ниже, если брать общий оборот месячный, в сравнении с прошлым годом. Реальность такова, что Сергей уже подумывает о доставке напитков на дом. Но мало ли, продажи онлайн сейчас стали востребованы. Мы занимаемся конкретно ребрендингом, созданием сайта, развитием соцсетей, потому что в текущих условиях надо как-то адаптироваться под эту ситуацию. Есть коллеги, кто этим уже занялся, и у них есть результат на самом деле хороший. И мы вот на полпути к тому, чтобы осуществить свои идеи. Меры поддержки в виде налоговых каникул, моратория на проведение проверок, льготное кредитование не спасает бизнес от коллапса. Сейчас в Государственной Думе разрабатывают ряд мер, чтобы предприниматели и самозанятые были уверены в завтрашнем дне. Ну это в первую очередь упрощение получения кредитных ресурсов, финансовых ресурсов, поскольку президент говорил об этом, что финансы это кровь экономики. Поэтому более упрощенный доступ к этим ресурсам, более низкая процентная ставка, возможность пролонгации льготного периода, поскольку мы понимаем, что многие взяли кредитные ресурсы до пандемии, и сегодня достаточно сложно их обслуживать. Это, безусловно, льготы с точки зрения налогов. Это может быть и отсрочка, и прощение налогов. И это, конечно, то, что касается федерального, муниципального, регионального имущества, это снижение ставки аренды за право пользования этим имуществом. Ну а если захлестнет вторая волна пандемии, вот таких вот вывесок станет значительно больше. Так что в ваших же интересах идти на уступки предпринимателей, товарища арендодателя. Иначе не въедет никто. Малый бизнес – главный работодатель и жизненно важный орган экономики. Как он выживет в условиях второй волны без поддержки на уровне государства, зависит от правильного взаимодействия власти и бизнеса. А мы носим маски и перчатки, иначе очень скоро можем оказаться в ограничениях без ограничений. Английский, экспресс-курс, курсы онлайн, групповые, индивидуальные. Рынок буквально утоплен предложениями различных центров по изучению иностранного языка с обещаниями стать в самом скором времени настоящим полиглотом. Так ли все просто на самом деле? В поле нашего зрения попал центр Wall Street English, где система взаимодействия с учеником построена на принципе. Вход – рубль, выход – два. А если подробнее, то педагоги школы выдали ученикам кредит на обучение и исчезли вместе с деньгами. А где они сейчас, где найти? Вход, на входе. Встание. В школу английского. Встание. О том, что это школа английского языка, говорит только вот эта надпись на двери с англоязычным переводом. Входить по звонку. А ищут ученики педагогов лишь только для того, чтобы вручить претензию. Если вы были по другому адресу, хотели бы узнать, почему вы переехали и вообще, где вы находитесь? Школа английского языка переехали. Не могу вам причину назвать. У нас вот новое здание просто. А как вы называетесь? Какая школа? В Ту-школе. В Ту-школе. Мы хотим вам претензию. Я не получаю определенных знаний как от преподавателей, так и от самой процедуры обучения. То есть, по сути, это все большой-большой учебник, растянутый на два года, с которым я, собственно говоря, сам занимаюсь. Просто за большую сумму. То есть, занятия скорее выглядят как самостоятельные? В большей форме, да. Претензии у нас принимают, но отправляют по другому адресу, где находится руководство. Но в кабинет руководителя нас пытаются не пустить. И нас с рецепшена попросили пройти к этой двери. Почему вы нас опять куда-то подвольняете? Я вас прошу выйти в зону. Мне полицию вызвать. Вы кто? Мы тоже можем вызвать. Вызывайте. Прошу вас не производить видеосъемку. Вы входите в кадр и говорите суда, что что-то мне нужно делать. Потому что вы имеете право снимать. Татья 29-й Конституции. Какой Конституции? Российской Федерации. Прорвать оборону удается. Проходим. Приведи камер, деньги вернули и даже на вопросы ответили. В результате отличается, что это все остальное, что это воздействие в воздействии с сражениями договора. В настоящее время наша компания вынуждена обращать деньги на средства поэтапно. По большому счету, это является расхожением с условиями договора. Данное обстоятельство воздействие у нас после периода подъявили. То есть, если раньше мы в течение 10 сушек или 5 сушек подписаны с соглашением, в подальше это все сформировано. Сейчас мы делаем какой-то этап в течение нескольких месяцев. В вашем случае это составит месяца 3. При этом мы обязуемся перегонировать, так как у вас кредитный договор. Как решать проблему с банком? Ведь кредитный договор оформлялся в стенах образовательного центра. Тем же сотрудником, который оформлял договор на обучение. И в офис банка ученик не ходил. Кредит Европы, где представители этого банка? В нашем офисе, по-моему, сидит. А как же он оформлен в кредит, когда он здесь не находится? Как это возможно? Зачем здесь находиться? Менеджер компании, если правильно. У меня он может быть где-то, соответственно, банк. Опять же, то, что выдают его в присутствии сотрудников, которые преподают только эти курсы или занимаются их организацией, но там отсутствуют сотрудники банка. Это неправильно, потому что именно сотрудники банка – это, скажем так, делегированные, ответственные люди, которые понимают и могут рассказать о всех нюансах кредитной линии. Здесь уже прослеживаются определенные моменты мошеннических схем. Учить иностранные языки, конечно же, нужно, но выбирать аккуратно. А то может получиться, как на Брайтон-Бич, где практически все говорят на суржике. То ли на русском говорят, то ли английский не знают. Или, как в нашем случае, остаться без денег, да еще и должником стать. Обманутых учеников всего образовательного центра взяли под крыло активисты фракции ЛДПР. А горе-педагоги с подмоченной репутацией теперь знают, что неправильный язык он и до сумы, и до тюрьмы привести может. Как говорится, you welcome. Все уперлись, вот пускай прекратят стрелять, мы там переговоры, там соберемся. А это начало уже борьбы Турции за объединение всех тюркоязычных народов. И это будет куда хуже, чем Сирия, Вьетнам, Югославия. Это почти 200 миллионов. Кому это выгодно? Только туркам и Западу. Дрехлеющие Европы выгодно далеко-далеко где-то там. Когда Вену турки брали, они зашумели все. А тут уже турки Вену не будут брать, они не будут брать Азербайджан, Туркмения, всю Среднюю Азию, наш Горный Алтай, Хакасий начнут беспокоить тюркские районы Китая. Там ждут их с нетерпением. Бульгуры, Кашгары, Дунгани, ибо они тоже тюркоязычные. И это на весь 21 век, если еще не дальше. Потому что это выгодно США. Таким образом, нам три фронта поджигают. На Западе, Балканы, Белоруссия, Украина, Прибалтика, устроят нам пожарчик. На Юге, или весь мусульманский мир, или тюркоязычный, или только суниты. Какая разница? Большой пожар. Когда мы и нам трудно там особенно использовать мощнейшее оружие. Здесь Средняя Азия, там же русские живут. 500 тысяч Киргизи, там миллион почти в Азербайджане, в Казахстане несколько миллионов. Но это вот три фронта, чтобы мы мучились. Чтобы мы мучились. А третий какой? Западный, Южный и Дальневосточный. Дальний Восток тоже подожгут. Они уже пробовали прижать Северную Корею. Япония будет тоже что-то пробовать. Тайвань, острова. Или в Китае начнется своя перестройка. Она начнется. Вечно не будет это. Одна партия. Китай тоже будет биться. У них на западе турки. На востоке японцы, корейцы. На юге, на севере монголы. В центре Тибет. На юге Вьетнам. Вьетнам, Ньянмак, Индия. То есть Китай также окружен всеми будущими конфликтами. Кому выгодно? В США и Европе. Конечно, нужно правильно осознавать, делать выводы с этого события. И осознавать тот факт, что Турция, которая сегодня, являясь партнером России по различным вопросам, по сути дела, злоупотребляет тем, что Российская Федерация решает большое количество задач на различных фронтах. И у Турции, скорее всего, возникло обманчивое мнение, что Российская Федерация сегодня недостаточно сильна для того, чтобы навести порядок в зоне своих интересов и своего влияния. Несомненно. Каспия – это единственное море, где отсутствуют НАТОвские военные базы, находящиеся у подбрюжья России. По сути дела, вокруг нашей страны огромное количество сухопутных и военно-морских баз. Их нет только на Каспии. Турция является членом блока НАТО. Несомненно, нападение на территорию непризнанной республики Карабах и если это будет переноситься на территорию Армении, а сегодня идет боестолкновение с армией Азербайджана и Армении, Армения является членом УДКБ – Организации договора коллективной безопасности в противовес блока НАТО. И Армения является участником самого первого дня основания этой организации, как и Российская Федерация. На территории Армении находится российская военная база. На территории Турции есть американская военная база, потому что Турция является членом блока НАТО. Турция, я думаю, тоже желает под этот шумок получить себе военную базу на территории Азербайджана, потому что недавно Турция с Азербайджаном провели совместные учения. Такие же примерные учения проводили мы, Кавказ-2020, но личный состав, вооружение, техника и специалисты турецкие остались на территории Азербайджана. Ультимативно потребуем от турок немедленно убрать все свои войска из Азербайджана, из Сирии. Сирии дадим карбланш, они вышвырнут всех иностранцев, и Идлиб закончится, восстановится граница Сирии на северо-западе. Турция поймет, что мы дадим максимальную помощь армянам и тур, и курдам, и они восстановят свои государства. Будет Большая Армения, Большой Курдистан, Большая Греция, Большая Болгария. И от Турции останутся рожки до ножки. Поэтому они должны это понять, успокоиться, убраться в свою Анкару, Стамбул переименовать в Константинополь, и пускай кушают свою люля-кебаб, ищкембе-чурбасы и так далее. Поэтому это все произойдет. И все зависит только от русских. Требовать, настаивать, направить туда других послов и сказать, в случае обострения и большой войны мы вам помочь не сможем, и вы погибнете. Не просто вы не останетесь, как есть. Вас раздерут на части. Поляки и литовцы заберут всю Белоруссию. Немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину. Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так далее, и так далее. От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию, немедленно домой. А там везде поставят русскую армию. И везде в виде ультиматума заставить турецкую армию отойти на тысячу километров от наших границ на юге. Я имею в виду Армения, Азербайджан. То же самое на Западе, Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров. Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее. Надо же действовать жестко. Ультиматум из Вашингтона. Если мы не пойдем на уступки по продлению договора по ограничению стратегических вооружений, то они заряды ядерные заложат во все виды пусковых установок. Это же ультиматум нам. Мол, русские, подчинитесь, ложись под Америку, иначе вас разбомбим. Вот в ответ на это нужно до 3 ноября еще где-нибудь шарахнуть так, чтобы Трамп еще бы дольше заболел бы. Другой бы болезнью заболел бы. Сидел бы у себя в Белом доме. А мы опять ничего не отдавать и вести переговоры. Там же есть невыполнимый пункт, чтобы Китай подключился к этому договору. Он никогда не пойдет на это. Нас обвинят. Русские не хотят продления договора СНВ-3, ограничения стратегических вооружений. И они начнут вооружаться. Гонка. Чтобы нас вымотать этой гонкой и поджигать периодически все пограничные конфликты. ЛДПР всегда ставит задачу развития сельских территорий, развития села. Нужен серьезный подход к этой программе. На сегодняшний день наше предложение – это материнский капитал сделать 700 тысяч для жителей сельских территорий, для жителей городов 400 тысяч рублей. Соответственно, мы подтянем молодые семьи в сельскую местность. У нас на сегодняшний день в Российской Федерации очень большое количество неиспользованных земель. Сельхозначение около 40 миллионов гектар. Мы считаем, что должна быть программа повлечения в оборот этих земель. И чтобы аграрии могли без торгов получать эти земли. Потому что на сегодняшний день кредитование аграриев в регионах не работает. Мы предлагаем, чтобы без проведения торгов могли получить эти земли. Наша партия столкнулась с недопуском в СИЗО Лефортово. То есть, вы знаете, как сложились обстоятельства с Сергеем Ивановичем Кургалом, в частности. Никогда не было проблем, потому что депутаты ЛДПР одни из немногих, кто постоянно, регулярно посещает в том числе следственные изоляторы, исправительные колонии. Даже несмотря на то, что в 103-м ФЗ прописано право депутатов, членов Совета Федерации, в том числе президента Российской Федерации, осуществлять контроль, к сожалению, нас не пустили. И осуществить контроль было невозможно. То есть, единственный эпизод, когда нас решили пропустить в камеру, где содержится Сергей Иванович, был, когда мы пришли с Владимиром Вольщем уже, но нам сказали, что в этой камере Сергея Ивановича не будет, к сожалению. Ну и каким образом мы должны осуществлять контроль. В этой связи мы также подготовили законопроект, который, в принципе, приравнивает права депутата, члена Совета Федерации, президента Российской Федерации, в том числе правам, уполномоченного по правам человека Российской Федерации, которые позволяют общаться, причем общаться с обвиняемым, подозреваемым, осужденным в тех условиях, когда сотрудник не слышит вашего разговора, но видит, может наблюдать за этим. Собственно говоря, наш комитет как раз занимается всеми этими вопросами. Мы всегда стоим на страже законных прав и интересов наших граждан. Государственная Дума давно к этому шла. Системно работая в комитетах, мы отрабатывали с экспертным сообществом все эти вещи, с экспертами по здравоохранению. И, конечно, то, что приравняли сегодня кальян к сигаретам, это очень большая заслуга сегодняшнего созыва. Это потом еще аукнется многим поколениям. Это, наоборот, плюс. Потому что все практические эксперты сегодня здесь, в России, в Европе, в Америке, сводятся к одному, что кальян достаточно серьезно влияет, особенно в период вирусных инфекций, очень серьезно влияет на легкие. Это пневмония. Мы сегодня столкнулись, сегодня Россия, вся Европа, все страны столкнулись с таким забавлением, как ковид. И, конечно, раньше многие не знали, что такое пневмония, но сегодня все об этом знают. И поэтому, конечно же, ограничение в употреблении кальянов в России, в том числе и, соответственно, как и сигарет, это приведет к улучшению здоровья населения, даст возможность выполнить те задачи, которые поставил президент по здоровью, по продолжительности жизни. Без этого никак. Ну, что-то выбирать на весах всегда стоит. Или здоровье человека и самосовершенствование в этом плане. Или убиваешь свое здоровье. Поэтому государственная политика в этом плане однозначно понятна. Мы идем к ужесточению мер, связанных с употреблением сигарет, и в том числе и кальянов, которые сегодня так распространены среди особенно молодежи. Продолжение следует... Продолжение следует... На днях стало известно о проведении эксперимента, в соответствии с которым водители будут привлекать к административной ответственности и в автоматическом режиме выставлять штраф в том случае, если, находясь на парковочном пространстве, водитель будет пересекать линии разметки. Ну, мы понимаем, что это абсолютно надуманный и не вписывающийся ни в какие рамки здравого смысла штраф. Водитель для того, чтобы выехать с парковочного пространства, если тем более впереди нет транспортного средства, ему так удобнее и так безопаснее встроиться в движущийся поток. Мы посмотрели правила дорожного движения, в частности, посмотрели приложение номер 2, где речь идет о горизонтальной разметке. И действительно, горизонтальная разметка, она разделяет транспортные потоки противоположных направлений, обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах, обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен, обозначает границы стояночных мест транспортных средств. Таким образом, получается, что эта разметка обозначает границы, и в том случае, если водитель нарушает эти границы, то в этом случае он нарушает правила дорожного движения, и его могут привлечь к ответственности по статье 12.16.1 за нарушение горизонтальной разметки, номер разметки 1.1. Это абсолютно нелогично, это надуманно. На наш взгляд, это очередная чья-то прихоть зарабатывать деньги. Мы попросили департамент транспорта и его руководителя Максима Лексутова разобраться в этой ситуации и не допустить дальнейшего распространения комплексов фото-видео фиксации. Мы и так видим, какое количество комплексов работает в автоматическом режиме, и понимаем, что те, кто рассматривает работу этих комплексов как коммерческую составляющую, придумывают все новые-новые алгоритмы, намеренно выискивают ловушки, и вместо того, чтобы ловушки ликвидировать, наоборот, устанавливают эти камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, еще с двадцатых, за которые можно взять больше денег. Это же все ведет к одному. У нас капитализм. А раз капитализм, значит, извините, прибыль. А раз прибыль, значит, вы не люди, а вы просто дойные коровы. Вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в ЛДПР много лет занимаемся защитой прав наших автомобилистов, выявляем пробелы в законодательстве, проблемы, когда вопросы на уровне нормативно-правового регулирования имеют некорректное, на наш взгляд, регулирование, когда существуют правовые пробелы, когда существуют перекосы, которые порождают социальную напряженность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эксперты Всемирного фонда дикой природы России отмечают, что заграждения не смогут защитить водоем от вредных веществ. В Росрыболовстве заявляют, что восстановление экологического баланса пострадавшей водной системой займет десятки лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товария под Норильском. Здесь, конечно, ошибка при советской власти. Мы строили города. И там люди жили. И нужно тепло. И коммунальные услуги, обустройство. Там должны работать вахтовым методом. Иностранные рабочие. И тогда это было бы дешевле нам освоение севера. А так построили стационарные города. Я был в Норильске. Я вошел в цех, дышать не мог. У меня схватило горло, я выскочил. А люди там работают годами. И умирают 50 лет. Разве можно? Ребят, тут просто вообще все завалено морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, да? Просто слоем в 20 сантиметров. Даже крабы есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Заполярье произошел разлив нефти. Из аварийной скважины 10 тонн. Об этом сообщило огромное количество средств массовой информации. Но буквально несколько дней до этого в Красноярском крае произошла ситуация, где намного большее количество, в частности, 20 тысяч топлива, 20 тысяч тонн топлива вылилось. И президент, когда эту тему комментировал, он был удивлен о том, что он должен узнавать об этом от социальных сетей, а не от средств массовой информации. Это, к сожалению, показывает, что средства массовой информации на местах, если мы говорим про региональные СМИ, чаще всего находятся под губернатором. И какие-то вещи, которые связаны с проблемными вещами, они, соответственно, не обсуждают, не комментируют, никакую информацию не выкладывают. Я еще раз прошу, все средства информации, которые работают в Государственной Думе, и которые работают в регионах, все-таки не замалчивать, если существуют проблемы. 80% сточных вод выбрасываются в водоемы, в реки и моря. Это чудовищно. Надо обязательно очистку делать. Ну, хотя бы 60%. Всего 20% очистки. Остальное все в океаны. Вот поехали люди отдыхать на Кубань, там невозможно. Вся канализация в районе Сочи, там Анапы и так далее. Автомобили. Ну, у нас много газа, но почему мы не можем на газ, газ дать, как топливо для автомобилей? Всего там десятая часть какого-то процента. Электродвигатели можно делать. Наконец, мы с вами в наших квартирах и в офисах дышим отравленным воздухом. Формальгидит, стирол, хлороформ. Это все излучают стройматериалы. Почему мы не можем запретить из этих стройматериалов ни строить, ни жилье, ни наши офисы? У нас огромное количество свалок. Ну, вот это пластик, ну, давайте с ним бороться. Но ведь весь мир борется и хотят изобрести бактерии, которые будут съедать пластик. Мы опять здесь отстаем. То есть очень много возможностей. Леса вырубают. Но у нас же много лесов и много рек, водоемов, запасов пресной воды. Не хватает человечества. Нам же торговать водой, а мы ее загрязняем. То есть мы экологически очень богатые могли бы быть. Когда мы сейчас говорим о Камчатке, мы как воспринимаем, вот здесь, находясь в Москве, например, в Подмосковье, ну, Камчатка-то где-то там далеко, там, да, конечно, мы переживаем. И хорошо, что у нас есть огромное количество людей, небезразличных, которые делали репосты в социальных сетях, благодаря чему все это попало сейчас в студию Первого канала. Но при всем при этом я могу сказать, что далеко ходить-то в принципе не надо. Вот на днях президент обратил внимание на распил лесов, который идет в тайге. И что у нас, собственно говоря, никто об этом не знал, все об этом знали. Давайте посмотрим, что происходило в последние два десятилетия с лишним в подмосковных лесах, где у нас появлялся вдруг караед в инвестиционно-привлекательных местах. С караедом начинали бороться, распиливая лес, после чего, ну, вроде как высаживали саженцы, саженцы почему-то не проживались, а потом появлялись новостройки. Приедем в мою Белгородскую область, которая по всем критериям правительства Российской Федерации, но находится впереди планеты всей, как говорится, да? Ну, заезжаешь в одно муниципальное образование, люди, которые в принципе в частный сектор пытаются артезианской водой, артезианские скважины, а рядом, буквально в 100 метрах, находится промышленный холдинг, который выливает всю химию. Подождите, вы что сейчас хотите этим всем, так сказать, сказать? Я благодарен ребятам-серферам, которые обратили внимание на системное наплевательское отношение со стороны нашего государства, нашего бизнеса, на вот эти вопросы, которые имеют масштабы не просто Камчатки, а масштабы всей Российской Федерации. Коллектив геронтологического центра «Уют» призывает краевых чиновников к совести. Дело в том, что буквально на днях работники учреждения узнали, что Министерство социальной политики Красноярского края приняло решение преобразовать их центр в дом-интернат для граждан пожилого возраста. Спросите, в чём разница? А в том, что дом престарелых – это только проживание. На этом, пожалуй, всё. А геронтологический центр – учреждение, которое осуществляет медицинскую и социальную помощь пожилым людям. Разница существенная как для посетителей, так и для работников. Мы, как понимаем, это вот как какая-то репрессия, направленная на подрыв здоровья пожилых людей. Ведь что сейчас у нас с пенсионерами? Посмотрите, увеличили пенсионный возраст, индексацию не проводят, пенсии очень маленькие. Люди не могут нигде поправить своё здоровье. У нас, я ещё раз повторюсь, 1350 человек в год. Было 15 заездов, мы оздоравливали. Краевой геронтологический центр «Уют», он так и назывался, потому что он излучал именно тепло для всех тех, кто приходил и находился у нас 18 дней заезда. Для коллектива новость о переквалификации учреждения, как гром среди ясного неба. Говорят, что центр выполняет свою работу с лихвой. Около полутора тысяч человек в год получают здесь медицинскую и социальную помощь. Более того, в Красноярском крае геронтологического центра всего два. Один в Назарова, ну а другой как раз уют. Которые хотят краевые чиновники закрыть, оставив многих пожилых людей без должного внимания. А работников, вполне возможно, без работы. Пока предложение никому не поступало ни о сокращении, ни о переводе. Это просто, как бы, наверное, закономерно, что столько штата не нужно будет, если нас поменяют профиль учреждения. А люди уже многие через это прошли в связи с нашей обстановкой. И поэтому знают, как это может быть и к чему это может привести. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глесков, который тоже присутствовал на встрече с коллективом учреждения, подозревает, что решение Министерства социальной политики края связано с личными интересами чиновников. Но сами посудите, при закрытии муниципального учреждения, которое осуществляет санитарно-курортное лечение, куда пойдут за ним пожилые люди? Правильно, к частникам. Например, в санатории Красноярская Загорье или на базу отдыха Бузим. И это, наверное, случайно, что эти предприятия аффилированы некоторыми депутатами Заксобрания края. Я, получается, сейчас на краевом уровне этот вопрос всем задам. И председателю правительства, и министру соцполитики. И если они не откажутся от этой вредительской идеи, значит, буду на сессии уже Законодательного собрания выступать, и просить губернатора вмешаться и вот этот процесс остановить. Потому что я не вижу никакой логики в том, чтобы сломать то, что не сломано. Вот работает учреждение, все довольны. Сложился коллектив, выполняет госзадания. Развивать надо это направление, а не закрывать. Да, и такое впечатление действительно, что лоббируются чьи-то частные интересы. Вот и министр социальной политики госпожа Пастухова поздравляет людей преклонного возраста. Очередной пример того, как слова расходятся с делом. По словам коллектива учреждения, министр социальной политики Красноярского края Пастухова с момента вступления в должность, а именно с октября 2018 года, ни разу не посетила центр «Уют». А значит, вполне вероятно, она не знает, как он выглядит изнутри, какие люди в нем работают, какую медицинскую помощь они оказывают, и вообще, насколько же необходимо учреждение для жителей Красноярска и не только. Но при этом Ирина Леонидовна принимает решение о переквалифицировании центра в дом престарелых. Мы же в свою очередь отправили запрос в Министерство социальной политики Красноярского края, чтобы те в свою очередь объяснили свое решение. Однако оперативно предоставить нам комментарии не смогли. Артур Лукава, Алексей Тресцов, 8 канал Красноярск, специально для ЛДПР-ТВ. Приезжая в тот или иной район, и Тамбовский область, и всех остальных регионов, я задаю людям вопрос, какие основные проблемы. Основная проблема – отсутствие работы. Люди уезжают в крупные города из районных центров и из районов, уезжают в Москву, близлежащие города, или в Тамбов, как в региональный центр. Но самое главное, что говорят люди, начали класть тротуарную плитку. То есть мы хорошо берем пример в этом плане с Москвы. Действительно тротуарная плитка везде кладется. Но все ждут начала строительства новой школы, новой больницы, районной больницы в городе Кирсанове, в котором вчера я общался со своими коллегами. Ну и к чему я это все подвожу? Давайте вместе с вами будем повышать планку требований к власти. И, конечно же, если у вас есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, в одиночку вы ничего решить не сможете. Ни в коем случае не нужно на себя налагать руки, самосожжением заканчивать жизнь. Нужно обращаться в политические партии. И, в частности, в ЛДПР. Давайте вместе, совместными усилиями, решать проблемы жителей города Тамбова и Тамбовской области. Мне тоже очень нужны соратники и помощники. Надежные, преданные товарищи, которые будут вступать в ряды ЛДПР и будут мне помогать выявлять те или иные нарушения закона, проблемы, которые у граждан существуют. Помогать людям налаживать связь со мной, как с депутатом Государственной Думы. Давайте делать это совместными усилиями. Город Семеш – знаковое место для использования области, жемчужина этого края. Здесь прошли выборы главы района. И активно принимал участие в них наш кандидат Харлашин Алексей. Но, к сожалению, с самого начала его начали трамбовать и всячески препятствовали ему для того, чтобы участвовать в выборах. В итоге, после долгих судебных тяжб, придрались к пустяковой ошибке в документах и отказали ему в регистрации, сняли с предупреждения. Наши активисты прошли большой путь в судебных разбирательств. И только на третий день голосования в суде конституционной инстанции удалось восстановить его как кандидата на должность главы района. Но к тому времени уже большинство избирателей проголосовало. И, по сути, у них не было возможности поддержать кандидата от ОДПР. Несмотря на это, избирательная комиссия не отменила итоги предварительного голосования и объявила победителем человека, который уже третий раз занимает эту должность. Более того, сейчас идет судебное разбирательство по заявлению нашего кандидата о том, чтобы отменить итоги выборов. Но, несмотря на это, глава уже провел церемонию вступления в должность, инаугурацию так называемую. Это говорит о том, что ему плевать на закон и плевать на волю явления граждан. Если бы наш кандидат был восстановлен вовремя, он бы победил. Соответствующие математики и расчеты у нас есть. Поэтому будем требовать от всех инстанций не признавать итоги выборов главы Сибирского района, назначить выборы новые. И мы уверены, что наш кандидат от ОДПР обязательно победит. Потому что он здесь уважаемый человек. Он депутат районного собрания. У него большая поддержка. А тот, кто объявил себя главой, не дождавшись решению суда, мы считаем его главой и самозванцем. И требуем, чтобы он оставил свой пост добровольно. Если в школе не были лоботрясами, хоть что-то выучили на троечку, в институте что-то поняли на четверочку, то пятерочку в жизни сможете заработать. Не всегда, не все. Не надо мечтать миллион в день зарабатывать. Давайте хотя бы 100 тысяч в месяц. Пройдет время? 200 тысяч в месяц. И, может, лет 50 будет у вас 300 тысяч в месяц. Но чем выше будете смотреть за журавлем, ничего не получится. Синица в руке. И хорошо. А журавль в небе? Журавль в небе для одного из миллионов. Вот я должен был победить миллион человек. Это страшно тяжело. Получать целый миллион глубее меня, что ли? Нет. У нас есть 100 человек. Имена публикуют каждый месяц. 100 ведущих бизнесменов и политиков. Вот они 100. А 100 миллионов? На каждого падает по одному миллиону. Они обошли каждый свой миллион. Это очень тяжело. Я за этим не гнался. И вам не советую. Ну и поменьше нотаций, поменьше ненависти, поменьше любви. Большая любовь кончается плохо. И большая ненависть кончается плохо. Чуть-чуть ненависти, чуть-чуть любви. Жить надо на 3 с плюсом, на 4 с минусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова